Так что, вот классика. Это классика, о ней много написано. Вопрос в том, что отбросить это, они применимы в настоящее время? Знаю. Так, ну ладно, я не буду сейчас смотреть на переписку, иначе я мысли потеряю. Значит, первая концепция дидактического энциклопедизма. Вот смотрите, все-таки Каменский, Мильтон. Идея-то, собственно, простая. Здесь нужно как можно больше, значит, при подготовке учеников, больше информации запихнуть в голову, чтобы они были всезнайками. Так, я упрощаю, да? Но сейчас эту концепцию вообще нужно отбросить, несмотря на авторитеты и их основателей этой концепции. Если у вас есть Википедия, есть интернет, там остальные информации совершены, вот такие вещи делают, да? А вот дидактический формализм, он, видите, как-то был в загоне, а сейчас он наоборот. То есть развитие человека, его мышление, там и так далее, он выходит на первое место, да? Ну и так далее. То есть нужно их просто пересмотреть, не отбрасывать, а изучить и посмотреть, какие из них, так сказать, годятся в современных условиях, а какие, в общем-то, нет, да? Ну вот дальше они, посмотрите, какие из... Чего, по-моему, конца нет этих изучений, всех подходов. Ну а что мы видим сейчас? Вот видите, новые появились концепции, вот коннективизм. У нас здесь классики коннективизма. Это Владимир Николаевич, тут Константин тоже. Все они вот знают об этом очень много, да? Являются проводниками буржуазных этих представлений, значит, наш постсоветское пространство. Ну, открытые ресурсы и непрерывное образование. Ну, здесь аудитория это все прекрасно знает. Вот. Вот, может быть, остановиться на открытых ресурсах. Вот, я, видимо, их обожаю, поскольку, еще раз говорю, что это... Это ближе к моему менталитету, значит, это образовательный коммунизм, когда все, что в социальной сфере действовало и привело к краху, вот, в образовательной сфере вдруг начинает работать все для блага цивилизации, там, и так далее. Да, собственно, мы с вами сейчас занимаемся образовательным... Используем принцип образовательного коммунизма, по-моему, никто из нас денег не получает. Вот, мы общаемся, мы обогащаем друг друга. Вот, вот, вот это мне близко. Так что здесь она, конечно, и в части образовательных ресурсов, и программного обеспечения. Да, вот, да, оригинально, оригинальный Константин адвокат. А я думал, не адвокат, вот, а у нас кто-то был, как-то называли еще, какой-то термин был, из христианства, из этой вот религиозной среды. Бог с ним. Вспомню. Сейчас обращение к долговременной памяти очень такое длительное. Я просто вспомню, как еще называют таких людей. Ну, так вот, собственно, это тоже новое что-то. Это же новое, надо изучать. Это не было присуще классической педагогике. Может быть, и было в какой-то степени, конечно. Ну, здесь я вот привожу любимые мои сайты, это интернет-университет. Любимое детище нашего Вячеслава Лепсака. Вот тоже все бесплатно. Вот этот виртуальный университет, который мне очень близок, очень мне нравится там. Нравятся люди, которые там работают, они, по-моему, очень не избалованы, не думают о деньгах. Хотя деньги – это тоже нужно, тоже важно. Апологен, блядь, черт другое какое-то слово. Какого же там, забыл вот. Ну, непрерывное образование тоже мы все прекрасны. Даже, по-моему, у Владимира Николаевича была там какая-то тема посвящена вот этим всем вещам. Там формально, неформально, информальному образованию. Но сейчас я говорю, что вот после какого-то периода вообще человеку, может быть, ему и не нужно формальное образование. Мы же много знаем людей там, и Митсубиси, по-моему, он вообще тоже не имел образования. Да и Билл Гейтс, он, ой, не Билл Гейтс, а вот, да, Билл Гейтс тоже, он, когда на его выступление, его вот выступление записано, он тоже без высшего образования, вот он с юмором говорил, а вот ему наконец-то вручили уже, когда он стал миллионером, организовал эту фирму, ему наконец-то вручили диплом об окончании, формальном окончании колледжа, и вот он выступал с юмором. Ну, молодец, вот чувствует человек гениальный. Вот он с юмором говорил, наконец-то я получил, собственно, диплом об окончании колледжа, а то мне и отец всегда пилил. Был, ну что ж ты, так сказать, достиг таких вершин, а формального образования не имеешь. Ну, вот это показывает, что оно не всегда может быть обязательно. А вот формально, вот сейчас мы с вами чем занимаемся? Это информальное, неформальное образование. Вот спустя какой-то момент времени стартовый образуешься только вот таким путем. Я вообще, по-моему, умер, не общаясь со своими коллегами. Вот и таким образом, и в научных встречах, на конференциях и так далее. Ну что, давай теперь вот мы поговорили о таких основополагающих моментах, новых, которые появились, которые характеризуются нечто, я еще не назвал ее какой-то. Какая-то педагогика, какая-то наука, скажем так. Может быть, это уже и не педагогика. Ну, вот объект-пример. Что же, собственно, вот то, мы говорили, что обозначили с вами категории, принципы, там уже, значит, дух, призрак какой-то уже есть, да, мы нащупали, его уже чувствуем. А теперь нужно, конечно, как и всякой науке, объект-предмет, никуда от него не денешься, поскольку мы заявляем о какой-то новой науке, мы должны сказать объект-предмет, да. Ну что, объект, ясно, он всегда образование, да, никуда есть не денешься. Вот направление, понятно, тоже образовательных процессов, вот там, таких вот насыщенных, ИКТ-насыщенных средах. Ну вот, но предметом, вот это уже очевидно и ясно, что вот это такая педагогическая система. Она мне очень нравится в том смысле, она мне напоминает такую птицу, которая вот слева у нас крылышки, студент, право преподаватель, вот цель, это голова. А вся технология, все эти содержания, конечно, да, о чем вообще, в принципе, очень, что-то давно никто не говорит, особенно в верхах, вот. Технологическая подсистема – это вот железяки, которые вот все мы так любим, ИКТ, все, все оно там, это, конечно, вот тело, но оно, в принципе, не главное, главное – голова, да, вон она цель, содержание, вот. Ну, короче говоря, все, вроде, ну, может быть, у вас какие-то есть возражения, но, в общем, это вот, я так понимаю, значит, объекты, предметы. Так, ну вот, и вот к чему я пришел, спасибо, Константин, я уже забыл даже, какая книжка есть. Вот, значит, посмотрите, какую я делал, сделал в свое время ошибку. Не сделал, а, в общем-то, я был убежден и написал кучу разных книжек даже. Вот. Раньше я почему-то думал, вот, проводя такой анализ и выявив такие принципы новые, я думал, что действительно возникла новая наука, понимаете, и назвать ее нужно электронной педагогикой. Вот, ну, смотрите, принципы есть, да, объект, предмет есть и так далее, все есть, понимаете. То есть я могу выйти и сказать, коллеги, я вижу новую педагогику, то есть новую науку, она имеет все признаки науки, понимаете, она имеет все признаки науки. Поэтому называем ее электронной педагогикой. Вот, систему известных наук, которые вот на картинке тут, я ее вклинил, вон она красная стоит, вот, очень был доволен, так, что я вот новую электронную педагогику, значит, вот, не открыл, а, по крайней мере, как-то обозначил, да. Вот, смущало, конечно, меня то, что этих педагогик, вот, кроме электронных, существует куча, вот, перинатальная, наосферная, биосоциальная, ювенальная, вот, по всей этих вещам, мне книжки тут стоят в шкафу. Вот, правильно, даже интереснее, по-моему, заниматься перинатальной, там, воспитывать плод уже, воспитывать, снабжать его информацией, когда еще мамуля там его носит в себе. Ну, вот, наосферная, вот, прекрасная книга, наосферная педагогика, биосоциальная педагогика, книга у меня, это такие вот, понимаете, блески, мысли, издали они, и куда-то они все эти люди пропали. Дай бог им здоровья, но у них что-то не появляется, вот. И тут я еще выпался вот с этим названием дурацким, электронная педагогика. Ну, я думаю, многих уже не коробит вот электронная, у нас в России есть электронное правительство, электронная коммерция, там, дисциплины такие, поэтому, вроде бы, как-то, по звучанию ничего тут страшного нет. Но в данном случае, в конце концов, я понял, что я был неправ. Значит, вот отдельно, вот так, это неправильно ее выделять. А как, что же тогда получается? А получается так, что все, все вот эти вот линии, которые здесь указаны, вот, и педагогика высшей школы, там, и все другие педагогики, все они потихоньку, эволюционно, потихонечку преобразовались. Старого нет в условиях, так сказать, информатизации образования, они просто переродились в новые педагогики. Они потихонечку деформировались, понимаете, эволюционно. И не надо здесь какую-то одну выделять. Они все другие стали. Вот все, которые перечислены раньше без этой вот красной электронной педагогики, они стали другими. Ну, если грубо говоря, то они все стали электронными. Электронная там, педагогика высшей школы, электронная там и так далее. Ну вот, поэтому термин электронной, в принципе, можно вообще упустить. Мы, педагогика, вот сейчас она стала такой, понимаете. Вот я к чему пришел, значит, к такому ужасному выводу, это говорит заведующий кафедрой электронной педагогики. Ну, какие проблемы? Ну, я чувствую, вы тут замучились, замучились. Вот, но проблемы здесь вот перечислены. Значит, если вы их как-то определите, вот, обсудите, я был бы очень доволен. Но сейчас уже поздно, я думаю, что у вас желание тут думать нет. Но я хотел бы в всех этих проблемах, вот. Кстати, сначала хочу сказать, что еще Кайнштейн говорил, что сформулировать проблемы на 50%, значит, вот решить. Так что не думайте, вот, что это так, шутки написать все это. А вот, но я хотел бы обратить внимание вот на следующее. Во-первых, на воспитательные проблемы, да, и на волеологию. Значит, то есть здоровье и как мы там воспитываем людей. То есть, ну, вот мне не нравится слово воспитание, но что-то такое духовное должно быть там. А то мы так, собственно, залезем в эти же всякие железяки из среды, что, значит, да, продолжим, Владимир, ну, тут я, конечно, вот. Да, это, конечно, нужен морговой штурм и подготовка, потому что, ну, люди должны готовиться, панельная дискуссия. То есть, каждый должен подготовиться и высказываться. Вот тогда будет рождаться новый продукт. Иначе сейчас в данном случае мы работаем, вы наработаете на прием. Вот смотрите, значит, здоровье-то понятно. Губим детей, сейчас не разберешься. Вот у нас уже, по-моему, ввели, Наталья мне подскажет, там уже в дошкольной, нет, не дошкольной, а в школьной, да, в начальной школе уже эти компьютеры, этот интернет. Вот, загубим детенышей в конец, психологически загубим. Не знаю, тут мы не испытываем это все на живом, на живых людях, так же нельзя. Вот, что там получится. А воспитательные проблемы, воспитательные проблемы, это вообще катастрофа. Значит, что там получается? Ну, смотрите, вот ситуация такая, когда учителя сейчас идут. Вот где у нас народ сидит? Школьники, особенно старшеклассники, в этом ВКонтакте, да? Уж настолько они там сидят, что они там делают? Это один бог знает пишет. Я вот посмотрел, что там, раз нечаянно заглянул, что моя доченька там, значит, общается как. Вот, то я не мог затащить компьютер, а то теперь я не могу оттащить, понимаете? Вот, и там они все, там они все приходят и сидят. Я думал, что моя дочь только так сидит. А они все, оказывается. Значит, туда уже потихонечку мы идем. То есть, учителя выкладывают учебные материалы, стараются, так сказать, поближе быть к ним. Какие-то вот аспекты контактов с ними, воздействия. Таким образом, да? Ну, это же все спонтанно, никто этим серьезно не занимается. Вот, ну, качество это тоже тут, надо серьезно этим заниматься. Что я делаю, что кто делает, ну, сделали. Вот, сделали, вот, так научно обосновать, хотя, что, хорошо это или плохо, я, по правде говоря, еще не знаю, как это сделать. Ну, вот, теперь, что я хочу сказать. Хочу задать вам вопрос. Чем отличается, ну, допустим, мы назовем ее электронной или условно новая педагогика. Как соотносится электронная педагогика? Ну, давайте, вот, коль, как заведующий кафедр, не будем менять уж, к ней привыкли. Вот, а, вот, видите, Наталья Алексеевна тоже пишет к нам. Да, вот, спасибо, кстати говоря, вот, ну, сейчас много ваших, так, вот, такого рода преподавателей, учителей. Вот, и, кстати, никто не напишет мне, я всех обращался, так сказать, здесь уже тоже какая-то методика должна быть, потому что не просто не выползешь. Надо же, и очень хорошо надо знать ребят, понимаете, я вот чувствую, я оторвался от молодежи, и, боюсь, если я туда влезу, как медведь буду в этом ВКонтакте, и с молодежью не смогу, вот, со школьниками работать, они меня, я помню, не воспринимают.